Девушки отдыхают Девушка, принес я вам лук-порей. Расскажите, что сегодня с вашей помощью мы будем готовить на нашей светлой, по случаю вашего прихода, даже особенно светлой кухне. Сегодня мы будем готовить действительно лагман уикенд. Лагман уикенд. Давайте мы разберемся. Значит, лагман, если я правильно понимаю, это что-то среднеазиатское блюдо, да, когда узбекское, когда лапша вместе с мясом, бульоном. Такое, как бы и первое, и второе получается. Так, хорошо. А что же мы, что же означает название уикенд? Потому что лагман, вот, ну, для меня, я, честно говоря, лагман ем только если на следующее утро в субботу. То есть если в пятницу ты загулял, то в субботу шикарно поесть лагман. То есть, друзья, если вдруг в пятницу вы... Ой, уже знаете. Уже знаете, что, ну, ну, так, ну... Тяжелые выходные. Тяжелые, представьте, тяжелые выходные. Предположим, в пятницу, ну, вот, что-нибудь такое, вот, например, премьера в Амхате, чтобы было... Да. Да, да, премьера в Амхате. Да. Или, например, Табаков новую машину купил. Ну, я не знаю, тоже вариант, да? Больше, больше. Ну, в общем, масса вариантов. В общем, если завтра нужно что-то, что позволит вашему организму... Воспрять. Воспрять, нужно готовить с вечера, получается? С вечера лучше, конечно. Ну, мы готовим его с утра, давайте начинать. Что нам нужно для лагмана? Ну... Я думаю, что 100% для начала нам нужна доска. Нам нужна баранина. А что у нас... Да, мы поставили варить баранину. Вот смотрите, у нас баранина, которая варится, да? Варится, да, потому что лучше, конечно, чтобы она долго проварилась, да, хорошо была такая разваристая, чтобы бульон был жирный. Ну, это часа четыре, как вы понимаете. Да, ну, у нас уже два прошло. У нас уже два прошло, а что мы пока будем параллельно делать? А пока мы параллельно займемся овощами. Займемся овощами. Да. Давайте. То есть сначала мы возьмем лук. Так. Почистим. Давайте я это сделаю. Я, чтобы ни в коем случае вдруг... Вот скажите, кстати, я хотел вас спросить, как быть, если, например, вечером спектакль, есть ли какая-то у вас, например, ну, какая-то традиция или какие-то правила, которые вы следите, например, вы не готовите в этот день, вы не едите в этот день? Нет, у меня нет на самом деле. То есть вы не с тех, кто... Знаете, вот я разговариваю с утра. Все. Что такое? Что с тобой? Что, почему вдруг на лице нет улыбки? Готовлюсь к спектаклю. А я, наоборот, голодная не могу выходить на сцену. То есть вы любите поесть? Мне надо хорошо, чтобы у меня было хорошее настроение. Тогда я могу уже как бы спокойно работать. Это всегда вас обыделяло в спектаклях. Счастливый человек на сцене, сытый. Сытый. Блеск в глазах. Голодные. Стоят. Еще заиграют. Видно, что голодные. И смотрят. И главное, лица, знаете, сразу в сторону буфета как-то у них разворачиваются. Вот удивительно. Катя, поэтому это очень хорошо. Расскажите, как нужно нарезать лук? Лук просто мелко порезать. Мы его сейчас будем тушить. Мелко-мелко порезать. Просто мелко. Ну да, просто пошинковать. Без всяких каких-то выкрутасов, ни полукольцами. Нет, нет. Ничего. На самом деле есть там миллион вариантов лагмана. И есть, наверное, сложнее. Это такой простой вариант. Раз, два, три. Откуда вот этот вариант пришел к вам? Этот вариант пришел ко мне от моей подруги, Татьяна Беркович. Татьяна Беркович. И Татьяна меня научила готовить вот этот лагман. Мне нужна терка. Терка. Одну секунду. Сейчас, как я дорезаю лук и даю вам терку. Так. Так, 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 так. Чистим. Это мы. Одну секундочку. Терка у нас, обратите внимание. Позвольте, позвольте. Да. А скажите, вот, кстати, вы сейчас нам готовите блюда узбекской кухни. А вообще, вот если говорить вообще, предпочитаете какое национальное направление кулинарии? Итальянское, испанское, Кавказ? Я очень люблю вкусно поесть, поэтому мне сложно сказать, какое направление. Я люблю и итальянское, я люблю и французское, я вообще все я одна. Так вот расскажите тогда, пожалуйста, я убежден, что все равно есть какой-то, ну, знаете, может быть, есть какие-то продукты специальные? Я почему спрашиваю? Потому что очень много людей нас смотрят и думают, ну вот как, ну вот как прекрасная актриса Екатерина Симеонова. Вот она столько работает, столько фильмов, столько художественных фильмов, сериалов, столько программ, сколько спектаклей. И везде нужно успеть, и везде нужно хорошо выглядеть. Может быть, есть какой-то секрет? Может быть, есть какой-то, знаете, тайный рецепт? Тертый цукини, в лунную ночь поставленный на подоконник, прорастает. Знаете, у меня подруга моя очень близкая, вот ее мама всю жизнь, она чудесно выглядит, ей, она уже женщина в возрасте, когда она готовила, она все время, всю жизнь была в помидорах, в огурцах, в твороге. Во всем, да, все, что ты готовишь, она все себе, ну лук не надо, наверное, да, все себе налицо. Все налицо, кстати, и это тоже как рецепт? Да. Можно их посомещать. Так, хорошо, молодые, красивые. Я возьму сковородку. Давайте, берите сковородку, я, знаете, что сделаю, Катя? Я поставлю на огонь поменьше, я поставлю бараньи, ну да, это будет не пирс. Давайте поставим еще кастрюлю с водой, чтобы нам ошпарить помидоры. Нам нужно ошпарить помидоры для того, чтобы... Снять с них, пожалуйста. Для того, чтобы снять, то есть, как говорят во Франции, отбланшировать помидоры. Ну да, наверное. Так. Заливаем воду, закрываем крышку. Закрываем крышку, чтобы закипела скорее вода. Так, а я хочу сообщить всем телезрителям программы СМАК, что сегодня у нас в гостях Екатерина Семенова, и мы готовим лагман уикенд. То есть, специальное блюдо, которое позволит вам, друзья, в случае того, если вы сегодня вдруг отмечаете день рождения, в общем, если вы выпьете сегодня, как следует, завтра с утра лагман уикенд, и можно жить. Этот циклический процесс, он затягивает, друзья. Можно жить вечно. Потом потихоньку исчезает лагман из этого цикла. И остается только уикенд. И остается только уикенд. Так, а как это включается? Включается вот это. А мы здесь будем обжаривать? Да. Вот именно здесь? Да, здесь. Не на сковородке? Нет, вот именно здесь. Объясните. Объясните, Екатерина. Мы берем оливковое масло. Оливковое масло и наливаем его в какой из этих трех кастрюль мы будем в результате уже сам финальный? Вот здесь, в этом бульоне? Да. То есть, прямо это мясо будет уже до конца, мы потом только достанем, вынем? Да, да. А-а-а, вот оно узбекская кухня. Обратите внимание, количество масла, да? Тушить, но мы будем. Мы будем тушить. Хорошо. Я предлагаю сейчас, дорогая Екатерина. Засыпать лук. Засыпать лук сначала, да? Да. А потом морковь. Потом морковь. Две большие луковицы. Сколько моркови? А сколько? Три, по-моему, я почистила. За такой прекрасной беседой я даже сбилась со счета. А это очень важно. Я почистила. Нет, это очень важно, когда потом в ресторане платишь, а так у нас все нормально. Итак, все, шипит лук, много лука, много морковки, я правильно понимаю? Да. А вы бывали, кстати, в Средней Азии? Нет. Серьезно? Очень хочу, да. А вот, кстати, можете вспомнить, вот я, вопрос, который меня прямо очень интересует, ответ на него. Вот вы служили в театре «Современник», сейчас в Амхате, но давайте называть вещи своими именами. Это два, ну, практически самых успешных театра в стране. И, значит, вот у меня вопрос. Я знаю точно, мы, дети, выросшие в тени московских театров, в ленинградских театрах, мы знаем, что московские театры всегда ездили на заграничные гастроли. На хорошие заграничные гастроли. Вы помните первую страну, куда вы поехали на гастроли с театром «Современник»? Да, вот за границу. В Америку. Молодые актеры в театре «Современник» Галина Борисовича. А что, какой спектакль? Причем, самое интересное, что я там первый раз сыграла вообще спектакль в жизни. То есть, первый раз вышел на сцену. Да что вы говорите? Да, это был 91. Потому что я была еще студенткой школы-студии МХАТ, а так получилось, это был 91 год, и над театр ехал на гастроли в Америку, а, к сожалению, одна артистка не смогла играть. И меня срочным вводом Галина Борисовна ввела. Да, времени совершенно не было, поэтому первый раз на сцену я вышла уже в городе Сиэтл. А помните где? В Нью-Йорке? Город Сиэтл. В Сиэтле. Это самый, это, во-первых, столица штата Вашингтон. Да. Это самый такой далекий штат, далеко находится, около Тихого океана. И вот вы выходите. А что играли? Три сестры. Три сестры. И в роли? Ирины. Ирины. А кто исполнял Машу? Машу исполняла Марина Ниелова. Марина Ниелова. Маша. Ирина. Катя. Наташа Елена Яковлева. Елена Яковлева, Наташа. Ничего себе. Вершинин Гафт. Гафт Вершинин. Чебутыкин Кваша. Кваша Чебутыкин. Да. И пришли ковбои на скепкафе, наверное. Наверное, сидят полный зал ковбоев. В Сиэтле ковбои? Ну, да, приехали из Канзаса. Чтобы вы смотрите. На русский театр. На русский театр посмотреть. Вы помните, это был 91-й год, и вдруг вы оказываетесь в Америке. Вы, что, я имею в виду, гастрономический аспект, я подозреваю. Шок абсолютно. Абсолютный шок. Что вас больше всего впечатлило? Я помню, что я тогда была замужем за Антоном Табаковым. Да. А Антон, он же помешанный абсолютно на еде. И мы с ним каждый день, утром, как на работу, он меня водил в магазин продуктовый. В американский. В американский. И часами изучал каждую банку. Каждый соус, каждую, не знаю, там, банку кукурузы и так далее. Ну, вы знакомы с Антоном? Да, Антон действительно тот уникальный человек. Вы смотрите, как интересно. Антон уникальный человек, который действительно может часами смотреть на одну банку. На одну банку, да. Катя, на секунду вас оставлю готовить лагман. Друзья, у нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что первоначально знаменитый эпос о похождениях геркулеса назывался «12 подвигов овсянки». Царь-батюшка, ваше величество, кормилец, не засыпайте, сейчас же рыбные закуски будут. Виктор Астафьев, царь-рыба. Дорогие друзья, с вас на первом канале у нас в гостях сегодня Екатерина Семенова. Мы готовим вместе с Екатериной лагман уикенд. Лагман уикенд. Это английское блюдо, корни которого уходят в Ташкент. Катя, что нужно дальше нам делать? Сейчас мы должны с вами сделать вот это. Батя, ну подожди, вы отставила сейчас. Потому что вот все, вы полагаете, что все, да? Нет, я хочу туда добавить помидоры, а для этого нам надо с вами помидоры. Их вот бланшировать, да? Соответственно, мы берем кипяток. Сколько нам нужно помидоров? А мы не будем их надрезать? Смотри. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот это 4 штучки. 4 помидора. 4 помидора. Вот так вот, да. Так. Какое-то время должно пройти. Нас Антон Табаков бы не понял сейчас, если бы мы достали сразу помидоры. Ну, в общем, Америка произвела на вас уникальное впечатление, да? Какой-нибудь баночку-то хоть удалось купить или просто ходили смотрели? Да, вы что, мы столько баночек купили. Я говорю, ну, для меня самое было, что меня поразило, я так и не успела вам бы рассказать. Да. Это то, что пока он ходил и смотрел на банки, я везде все время сидела, его и ждала. И однажды сел в отдел овощей. И когда вода полилась на... А-а-а. Знаете, да, когда водичкой поливают травку, овощи, чтобы они не... И многие знают, потому что овощи были всегда свежие, на них идет система распыления воды. Чтобы они были красивыми, не только свежими. И в этот момент, конечно, артисты театра «Современник» удивились, почему эта юная актриса Семенова пришла такой цветущей на спектакль. Почему Ирина в трех сестрах своей красотой, свежестью и цветением затмила не только, в конце концов, Машу и... На вершине. На вершине, да. Но и самого Тузенбаха. На следующий день все актрисы Семенова «Современник» сидели в овощном и ждали полива. Некоторые до сих пор. Некоторые до сих пор сидят в овощном. Катя, давайте, давайте скорее, подождите. Витя, а я уже решила продолжать. Я думаю, что нам нужно сейчас... Уже вот сейчас, по-моему, дело близится к развязке. Все. Вот сейчас, мне кажется, мы очень быстро... Значит... Да, сейчас. Вот, смотрите, да? Ну да. И все равно. Вот, вот видите? Нет, сейчас шикарно. То, что должно быть, да? Да, прямо аккуратненько мы берем их. И прямо всю эту, всю эту кожуру спокойно, спокойно снимаем. И после этого мы их будем нарезать, да, Ирика? Что мы с ними будем делать? Да, мы их нарежем. Ну хорошо. Вы много путешествуете. Я об этом знаю из прессы. Мы следим. Во многих глянцевых изданиях часто появляются фотографии Екатерины Семенова здесь. Путешествия. Екатерины Семенова там. Она вот здесь. Расскажите, пожалуйста, что на вас произвело впечатление, опять же, связанное с едой, из ваших путешествий? Есть ли такие страны, меню которых вас действительно поразило? Ой, вот так вот, чтобы, вот так сразу сказать, что страна, ну, нет, наверное... Ну, кухня национальная, я не знаю. Вы же, наверное, бывали в экзотических каких-нибудь странах. Бывали в экзотических странах? Ну что вы говорите? Да. Я слышал, что якбургер, это когда перенагруженный самолет Як-42, когда он летит, ставру. Это якбургер называется. Вот примерно такой же вкус. Это группа немецких публиксов на самолете Як-42 летит ставру. Приводка такая, якбургер. Так, сейчас мы... Я опять все выключу вам. И что, действительно, то есть там молоко яка, да? Молоко яка, масло яка, все... Каков як... Жесткий. Як жесткое животное. Жесткий на вкус, жесткое животное, да. Солен белья. Ну, переходим дальше. Так, закидываем. Закидываем что, помидоры? Помидоры, да. Порезанный помидор. Давайте я возьму и помогу вам. И куда? Вот сюда. И вот сюда прямо. Давайте, аккуратненько. Оп. Ой. Вот так, да? Ну, немножечко. Не вышло чуть-чуть. Немножечко. А что вы делали в Тибете, Екатерина? Что повело вас? Путешествовала. Я была в Китае и поехала на... Вы жили? Не, ну, была, путешествовала. И поехали из Китая в Тибет? Да. Да. Поехала на Тибет. Уже многие, я знаю, едут в Тибет для того, чтобы, знаете, ну, духовно просветиться. Некоторые скрываются там от Саратовского горсуда, но... Кстати, да, вы знаете, там на Тибете есть единственный европейский ресторан, итальянский ресторан, который держит семейные пары из Голландии. И вот, по-моему, они действительно скрываются. Семейные пары из Голландии держат итальянский ресторан. Вот такой веселый ресторан в Тибете. Но, конечно, по традиции жареный ягд предлагается. Хотите жареного ягда, пожалуйста, забирайте. Так, вы нарезаете... Сейчас я пока режу цукини. Цукини. Что нам еще понадобится? Давайте я тоже порежу что-нибудь. Давайте вы порежите. Еще и понадобится и баклажан. Баклажаны. А как его нужно нарезать? А вот так прямо? Прямо вот так? Вот так и квадратиками. Ну, кусками такими. Крупными кусками? Да, крупными кусками. Подождите. Так, подождите. Раз, раз. Вот посмотрите, вот если вот так нормально? Даже я бы, знаете... Мельче? Нет, крупнее. Крупнее. Вот так вот нарезаю. Крупные куски баклажана. Да, чтобы они не были. Нарезаем. Хорошо. Я, конечно, не могу, Екатерина, не спросить вас о некоторых вещах, связанных с вашей телевизионной карьерой. Я имею в виду последний герой остаться в живых. И я имею в виду большие гонки. Вот расскажите, как вы, актриса, академический театр, человек тонкой профессии, тонкой душевной организации, и вы оказываетесь на острове. Что было самым тяжелым на острове для вас? Особенно если вы сказали, что вы любите очень поесть. Да. Ну, это, наверное, наименее. Хотя и это тяжело, все тяжело. Там были такие лишения, там все по-настоящему. Как, как, а что сказали вам коллеги? Вот на самом деле это просто... Некоторые актрисы, наверное, сказали, ой, а мы думали тебя съедят. Слава богу. Ну и что, на самом-то деле? Сказали, что, да ладно, ты ненадолго едешь, ты же долго не выдержишь, ну что, через три дня тебя выгонят. Сколько вы там провели? 36 дней. 36 дней. Почему никто не хлопает? 36 дней. Все шутки. Понимаете? А вы говорите, вот, кого вы там ели на острове? Вот вы говорите, самая экзотическая еда. Что вы ели на острове? Ремни варили? Нет. Если были ремни, я думаю, что мы и ремни бы варили. Нет, экзотическая была Юка. Юка? Это фамилия какой-то певицы? Нет, подождите. Юка? Юка она называлась, такая как сахарный, как тростник, как пальма, да, ну вот у него тростник. И сушеные бананы очень вкусные. Сушеные бананы? На огне. Жареные бананы? Ну, жареные, да. Жареные бананы. Они, знаете, как бы не жареные, они так вот сушатся. Копченые такие? Ну, такие, да, копченые бананы. Вот это, наверное, самые экзотические блюда, которые мы ели. Так, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, Катя, значит, это мы разобрались, и вы нам рассказали про последнего героя. Но расскажите же нам про большие гонки. Вы были среди тех, кто вступал в схватку с быком? Нет. Но вы видели этих людей? Я видела, да. Вы же сидели на трибуне? Вы же кричали? Да. Когда парнокопытные топтали Малахова? О, моя ошибка. Нет, Катя, ну серьезно, слушайте, вы правда были на больших гонках, и там... Вот это самый страшный для меня конкурс, я думаю, все видели, когда быки с одетыми на рога пробками от термосов... Бегут, и они, и видно, что это молодые быки, а наши ребята, все выбегали туда, к быкам, и раздразнивали быкам. И в этот момент начиналась страшная схватка, правильно я понимаю, да? Слушайте, ну а вы в каких конкурсах там принимали участие? Вот как вы не боитесь, вот действительно, смелая вы женщина? Вы знаете как? А что вы делали там? Я участвовала в двух конкурсах, в одном конкурсе, значит, надо было съехать с горки, а внизу был бассейн, и все должны были залезть посередине бассейна, какой-то надутый такой, как это... Такой, круг, шар, круг, плод, да, плод, и все на него должны были залезть. И меня как самую маленькую поставили, в конце меня и Сергея Астахова. Сергей Астахов? Да, и когда все поехали вниз, а надо было обязательно съехать еще до гудка такого гонга, да, и я думала, господи, только бы мне, только бы, только бы не дошло до меня, только бы не дошло до меня. И вдруг раз, этот гонг, все уже стоят, а стоят такие крупные ребята там, Володя Турчинский, ну в общем, и же с ним, да. И уже гонг прошел, я думаю, фух, слава богу, и вдруг этот француз показывает, давай, лети, и я полетела. И помню, что когда я упала в эту воду, я только вот так вот из-под воды вижу, как они с этого плота в разные стороны все разлетаются. Наверное, еще так по звуку было, так... Я понимаю, все, это был мой единственный конкурс. После этого уже нет. После этого, значит, я вылезаю и слышу так, Майкл говорит, кто был последним. То есть из-за вас все свалились? Из-за нас, из-за меня все свалились в воду и проиграли. Но самый большой позор был не в этом, а в том, что операторы, дорогие наши операторы, сказали, что у них брак. И поэтому надо переснять. Да, Катя, действительно, это нелегкий был конкурс для вас. Но все равно, по-моему, победила Россия. Что вы делаете, Катя? Я пока уже не поварила. Лук-порей теперь. Подождите, на каком этапе мы закладываем? Давайте мы посмотрим. У нас здесь уже все, помидоры смешались с луком и с морковкой. Все, пока стоит. Мясо. Мясо варится. Варится, да. У нас уже готов чеснок. Чеснок готов. У нас лук-порей. У нас лук-порей. У нас зелень, кинза только в самом конце, наверное, да? Да, да. Что, аджика тоже ближе к концу. Тоже ближе к концу. Перец, соль вы добавляете. То есть у нас, в общем, практически все на финальном этапе. Если бы не было рекламы. Если бы не было рекламы. Екатерина, оставлю вас среди парея. Мы станем все немножечко добрее. Пойду сейчас я теледрителям побрею их лица. Не очень получилось стихотворение. Давайте другое. Екатерина, оставлю вас среди цукини. А я на одну секундочку отойду. Вот сюда, для того, чтобы сообщить, что у нас небольшая, но нужная реклама на первом канале. После которой мы вернемся. И вы знаете, что первоначально знаменитая басня. Ивана Андреевича Крылова «Кот и повар» назывался просто «Шаурма». Виктор Иванович, там какой-то человек за четвертым столиком, грудинку, прячет в футляр из-под контрабаса. А когда спрашиваем, что делает, говорит все вопросы к Бутману. Из кинофильма «Мы из джаза». Дорогие друзья, «Смак» на первом канале. У нас в гостях друзья Екатерина Семенова, прекрасная актриса. Скажите, пожалуйста, Катя, что вы делаете? Я сейчас чеснок добавляю вот в наш штаб. Вы выдавливаете этот чеснок. Мы поставили уже воду, которая закипает для того, чтобы дальше уже сварить лапшу. Лапшу, да. У нас кипит. Лапшу можно совершенно разнообразную. Даже можно и рисовую лапшу. Кипит баранина. На каком этапе мы будем добавлять в бульон? Сейчас баранина у нас уже готова, да? Ну, баранина у нас уже сварилась, да. Значит, мы туда сейчас добавляем овощи. Да, может быть, наверное, не все. Да, ну мы посмотрим. У нас там не так. Может быть, воды долить сюда можно? Можно воды долить. Да, кстати, действительно, можно так сделать? Можно, конечно. Смотрите, вот прямо вот на таком. А, вот так, да? Да. Вот так. Вот так. Пока хватит. Пока хватит, да, да. Теперь мы берем лук-порей и цукини крупно порезанные. И тоже, да, правильно я делаю еще? Да, да. И ставим это все вариться на минут 10. Минут 10 это все у нас варится. А вот то, что у вас, мы будем добавлять туда? Это мы потом добавим. Сначала это есть минут варится. Подождите, подождите. 10 минут варится. Значит, я бы еще чуть-чуть добавил туда водички. И вот сейчас большой прибавляем огонь. Да, все равно здесь у нас. Вот. И вот сейчас... А мы не солили бульон? Я солила. Вы солили все. А мы нет. Проверим, кто из нас оказался прав. Мы потом еще проверим. Так. И, наконец, у меня, конечно, вопрос. Попросили на две судьбы. Угу. Ведь именно с этого момента началась всенародная популярность. Да. Расскажите, как вы почувствовали, ну, после того, как каждый второй ковбой в штате Вашингтон знал вас, как исполнится роль Ирины в спектакле «Три сестры», как вы почувствовали вот эту вдруг свалившуюся, не вдруг, но пришедшую к вам всенародную популярность? Расскажу. Я на самом деле, когда был эфир двух судеб, была на острове, на «Последнем герое». Угу. И проведя там 36 дней, одичав совершенно, приехав в Москву, ничего вообще не понимая, вернувшись в быт и в жизни, в цивилизацию, я пропустила вот этот сам момент, когда вот, да, был эфир двух судеб. Ну, да. Поэтому я вот помню, что когда вернулась, я захожу в продуктовый магазин и что-то выбираю, и на меня вот очень странно смотрят люди. А я не могу понять, почему, потому что я после «Одичавшая», после «Острова», мне кажется, что со мной что-то не то. А я не могу понять. Подходили ли к вам персонаж, который вы сыграли в сериале «Две звезды»? «Две звезды». «Две звезды». «Две судьбы». «Две звезды» еще. «Две судьбы». Вера Петровна. Да, я правильно произнес? Да. Вот, подходили ли люди на улице, говорили, «Верочка Петровна, матушка». До сих пор говорят. «Как же ты так?» Сохранилась. Нет. Нет, такое говорят. Ну уж, я не знаю. Тогда такой вопрос. Очень многие люди, в нашей стране, мне кажется, особенно, когда смотрят какой-то фильм, сериал, они очень сильно проникаются и очень сильно хотят принять участие в судьбе. И думают, что актеры, которые играют в сериале, они являются этими людьми. Но меня до сих пор везде называют «Верой». На рынке, особенно бабушки какие-нибудь. «Верочка, да, говорит?» «Верочка, да». «Верочка, положи помидор». «Как твоя дочка поживает?» «Удивительно». Не случайно Инноките и Смоктуновску, когда он сыграл Гамлета, спрашивали, ну как там, Клавдий, как Девтруль, как мама?» «Опять так?» «Как мама, как папа.» «Как папа?» «Папку как соронили?» «Так, а что происходит у нас?» «Сейчас у нас здесь овощи». «У нас закипают, да, закипают в бульоне у нас овощи, закипает вода для лапши. А на каком этапе мы добавляем вот это?» «Тут чеснок, тут морковь, тут масло, тут лук и помидоры». «И помидоры». «И сейчас будет аджика, да?» «Сейчас будет аджика». «На каком этапе?» «А добавляем вот овощи у нас сейчас...» «Кипят, да?» «Вот они уже начали кипеть». «И мы добавляем...» «Зиру, куда добавляем?» «Ну, мы с ним можем прямо сюда добавим. «Сюда или туда?» «Или туда». «Туда или сюда?» «Туда?» «Давайте туда, зиру. Сколько зиры?» «Пол чайной ложечки». «Пол чайной ложечки». «А кроме зиры, что-то мы еще добавляем?» Аджик мы добавили вот сюда, это мы сейчас сюда будем добавлять. Так, варятся у нас цукини, лук-порей, баклажаны и мясо в бульоне бараньем. Сейчас я буду, я даже больше того, я пойду дальше. Я вот эти тарелочки, мне кажется, самые лучшие для лагмана, нет? Да, прекрасно. Такие маленькие пиалушечки. У нас сейчас мы будем забрасывать лапшу. Параллельно мы будем забрасывать... Ой, как пахнет. Посолить чуть-чуть лапшу, да? Сейчас. Чуть-чуть. Мне кажется, 10 минут прошло. Мне тоже кажется. Ну что, началось? А в каком количестве? Подождите. Мы сейчас с вами посмотрим. Мы посмотрим. Я думаю, что давайте, я буду, потому что тяжело. А я буду... Вы командуйте. Конечно. Так. Так. Вот еще вот так. И может еще я помню. И я бы даже думаю, что и вот так. И вот так даже неплохо. Кто меня осудит, если я сделаю вот так? А вот еще взять и прямо вот на тебе. И все, и пусть он... Вот, друзья. Какой у нас получается лагман. И в этот самый момент, в волшебный момент, мы добавляем лапшу, да? Угу. Так, давайте-ка я, пока у нас загружается лапша, попробую повторить рецепт, который достался вам от вашей подруги Татьяны. Итак, лагман от Екатерины Семеновой. Вы меня поправляйте, если я ошибусь. Угу. Мы берем лук и морковь, натертые на терке, и в большом количестве оливкового масла это все тушим. Даже не обжариваем, а именно тушим. Да, но очень быстро. Очень быстро. Добавляем туда помидоры, из которых мы предварительно сняли кожицу порезанную, и все это продолжаем тушить. Добавляем в это же самое месиво мы добавляем чеснок, выжатый. Добавляем туда еще... Аджику. Аджику. Все это еще раз тщательно перемешиваем, и... У нас бульон уже в этот момент баранина сварен. У нас в этот момент очень много варилось, и долго баранина, да, просто до готовности. В этот самый бульон с бараниной вы добавляете порезанные крупно цукини, лук-порей и баклажан. Все это вы варите 10 минут, потом добавляете зиру, кстати, еще тоже туда. Туда, куда угодно. После этого вы это все какое-то время варите чуть-чуть и даете настояться. Да. После этого, или во время этого, вы варите отдельно лапшу, отдельно, и нарезайте мелко зелень. Для того, чтобы через несколько минут было вам счастье. Вот такой. Вот он, Лагман Николаевич. Почему я так его? Почему я вдруг по отчеству? За что это я вдруг по отчеству? Вот. И? Вот так. 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 Делаем. Екатерина, берите ложку. Давайте. Берите ложку и, дорогие друзья, под ваши аплодисменты мы переходим к важному и нужному нам процессу. Он очень горячий. Так. Он не соленый. А вот, кстати, я вам хочу сказать, что мне лично и нравится. Ой, спасибо вам. А мне лично и нравится. Может быть, вам он не соленый, а мне очень хороший получился Лагман. Так. На секунду я хотел бы, чтобы все встали и поаплодировали. Екатерина Семенова сегодня в смаке. Давайте поаплодируем. Дорогие друзья, на секунду я, Катя, оставлю вас сейчас. Я сейчас вернусь, мы будем доедать Лагман. Друзья, ровно через неделю мы вернемся сюда, в смак, и вы узнаете, что знаменитое изречение Архимеда первоначально звучало так. Дайте мне точку на Кутузовском, и я продам ваши мандарины. Спасибо.